салам астамов метод андастар здравствуйте уважаемые соотечники сегодня информационные сети казахстана прошла информация что убит сын дулата агадила жамбулат семнолетний мальчик убийство произошло вчера ночью после 23 часов ночи власти заявляет что якобы произошла групповая драка среди молодежи что якобы жамбулатом было четверо его друзей на противоположной стороне 8 молодых ребят якобы что произошла какая-то бытовая драка и в итоге в результате этого столкновения кто-то выстрелила из оружия а затем был убит жамбулат сын дулата годила хочу еще раз напомнить что ему было 17 лет и как сообщает нам сейчас с места события что на самом деле убили жамбулата очень точным ударом в район подмышки ударили прямо ножом в сердце и сейчас власти объявили о розыске двух подозреваемых которым буквально 21 20 лет и понятно что тот удар который был нанесен ножом в сердце это абсолютно профессиональный удар и действовали профессиональные убийцы и они действовали по заказу комитет национальной безопасности собственно самой власти когда 25 февраля этого года был убит дулата годил средства массовой информации начали писать что якобы он умер от сердечной недостаточности в сизо и обратить внимание сейчас формулировка звучит так же что это было просто бытовая драка из-за девушки и спрашивается где у кого было оружие кто стрелял известно что жамбулат сидел дома вечером и ему постоянно звонили и вечером он выскочил из дома и родственники только на следующий день узнали что он убит я по этому поводу хочу объяснить что на самом деле это подготовленная продуманная операция у комитет национальной безопасности у мвд есть специальные люди которые находятся на крючке власти и есть специальные агенты которые выполняют вот такие политические убийства если говорить о дулате обратить внимание какая была последовательность было был очень активный активист он действовал не только в астане но и по всему казахстану его регулярно арестовывали он наверное был один из тех кого регулярно закрывали находя любой повод чтобы его держать тюрьме он постоянно подвергался репрессиям но это его не останавливал он он все время заявлял что будет продолжать свою борьбу и на дулат ориентировалась многочисленная группа разных активистов которых он объединял в астане и не только в астане вот собственно в итоге его поставили в розыск был захват его дома и рядом присутствовал именно как раз этот сын жамбулат который является главным свидетелем по захвату дулата годила в тот вечер когда его забрали из дома он главный свидетель и вот этот главный свидетель убит и также по дулата годила все время говорили ну просто выпил водки просто у него сердце было слабое и власть отказывалась провести объективное расследование и пыталась спрятать концы воду хотя именно момент скрытия когда было опубликовано видео которым было показано что дулата годилл был избит на теле были гематомы различные ссадины которая опровергала официальное мнение о том что якобы дулата годилл просто умер от сердечной недостаточности и обратите внимание что на тот момент президент такая не имея никакой информации заранее озвучил версию комитета национальной безопасности что якобы дулата годилл умер от сердечной недостаточности то есть вы видите именно за свою политическую деятельность за неуклонное следование курсу борьбы с режимом именно таким образом дулата годилл качестве устрашения был убит был убит показательно его избивали показательно вывезли из дома вечером а на утро фактически стало известно что он убит на семью дулата годилл оказывал постоянно мощнейшее давление на его жену на его детей на нурбола на жамбулата было недавно сообщение адвоката и жены дулата годила что в их адрес поступают угрозы угрозы расправы именно в адрес и жены и детей требованием чтобы они не инициировали процесс справедливого расследования вы знаете что сейчас соединенных штатах америки власти придет джо байден и он уже заявил что главным его вас по внешней политической политики будет именно соблюдение прав человека именно байден заявил что россия будет предметом серьезных массивных санкций за нарушение прав человека за различные действия которые фактически несовместимы с различными подписанными договорами и россия представляет серьезную опасность собственно для самой америки казахстан является ближайшим союзником путина и конечно же эти санкции которые будут организованы против путина и россии они безусловно повлияет и на казахстан первую очередь на экономику казахстана и конечно же когда соединенные штаты америки заявляет о приоритете прав человека мы все понимаем что случае именно с дулатом агадилов тот самый случай когда прямо нарушены права людей когда государство по сути является террористом бандитским государством которое справляется со своими гражданами и жамбулат агадил как раз был тем самым главным свидетелем того что произошло с его отцом дулатом агадил и он был устранен каждый из этих сыновей был под слежкой совсем недавно были опубликованы данные автомашин которые постоянно следовали за жамбулатом агадилов как вы понимаете но если власти почему-то нужен 17-летний мальчик и еще его старший брат еще его жена то вы понимаете что это давление оказывается с определенной целью цель заключается в том чтобы держать запуганном состоянии общества именно семья дулат агадила сейчас фактически является катализатором многих политических процессов 8 августа именно селе талабкер был проведен и ас асар около 800 активистов съехались талабкер затем наши граждане пошли на могилу дулата гадила шествием и по итогам этого шествия власть начала преследовать около 200 человек причем преследовали даже женщин которые просто помогали семье дулата гадила мыли посуду преследовали тех людей которые просто приезжали помогали строить дом то есть они выполняли свой обычный человеческий долг они пошли на могилу дулата гадила выполняя наши национальные традиции и все это оказалось предметом преследования со стороны режима на судан назарбаева то есть вы видите что этот режим он уже переступил все нормы нашего общества все нормы нормального человека приступил закон и собственно используя силовые структуры преследует активных граждан страны которые участвовали на этом мероприятии в талабкере то есть задача режима запугать общество именно поэтому было тотальное давление около 200 человек подверглись преследованию ряд активистов посажены в тюрьмы их обвинили участие якобы экстремистской организации якобы что эти активисты собираются свергнутый политический строй при этом вся их вина была по мнению власти только в том что они участвовали в этом мероприятии в талабкере вы представляете что происходит то есть за исполнение фактических национальных традиций культурных обрядов этот режим начинает преследовать людей цель очень простая этот режим хочет как можно дольше находиться у власти и всем тем кто по мнению власти когда игру власть это нурсултан назарбаев его ближайшее окружение может угрожать длительному нахождению власти этого преступного режима именно этих людей режим намеревается преследовать показывает пример другим чтобы общество молчало и не было активным собственно 25 сентября когда по призыву двк мы объявили о проведении митинга вы видели все улицы и площади были заблокированы около мест проведения митинга заранее людей задерживали недавно 31 октября правозащитница пахчан тори получила разрешение на проведение митинга но даже на этот митинг власти фактически не давали свободный доступ известные активисты заранее преследовались сажались тюрьмы ими кримировали различные уголовные статьи суть том что якобы эти активисты угрожали конституционному строю преступному режиму но султана назарбаева сейчас я знаю что этот режим пытается вести заблуждение сказать что мальчик просто подрался и его случайно убили вы помните когда убили алтенбека сарсимбаева известного политика со своими помощниками первая версия которая прозвучала средств масс информации это было случайно убийство на охоте их нашли в горах и на самом деле это была показательная казнь их расстреляли затылок и тогда режим все все это сделал как показательную казнь чтобы напугать общество и собственно действительно это произошло было была такая ситуация когда был отток активных людей именно с политических партий с активизма многие тогда действительно испугались и отошли назад такого рода режимы они используют единственный инструмент который позволяет им находиться у власти это запугивание убийство и избиение вот собственно сейчас этот инструмент был и применён снова сейчас намечается парламентские выборы вы видите как сотни тысяч людей каждую субботу воскресенье выходят в минске и по всей беларуси этот режим обеспокоен он напуган также как и режим лукашенко применять будет только единственный инструмент это подавление запугивания и вот если нурсултан назарбаев не позволит не пожалел своего сына айсултана который недавно был убит был убит за то что он регулярно писал разоблачающие посты тех предприятий которые украдены нурсултан назарбаев у него терпение лопнул и он был убит чтобы не говорили эти власти что якобы у него опять же как случае с дулатом и гадиллом были проблемы с сердцем это не так я с айсултаном в этом году регулярно разговаривал предупреждал чтобы он не ехал казахстан что в любом случае исход будет единственный его убьют но этот же доверчивый мальчик верил что его отец нурсултан назарбаев не сможет поднять руку на своего сына он не доверял конечно своей матери дороге назарбаева и говорил что вот она точно способна на убийство но его отец нурсултан назарбаев он считал не допустит этого в итоге его все равно убили ну и конечно же если нурсултан назарбаев убивает собственного сыта сына который называл внуком то что ждать рядовым казахстанцам в итоге вы стали свидетелем сегодня убийство 17-летнего мальчика и цель дна запугать общество сохранить свою власть продолжать грабить миллиарды у нашей страны уважаемые друзья я сегодня выставил пост с видео когда случайно мальчик из казахстана возрасте 16 лет он собирал яблоки находился в польше и был убит полякам которые браконьерствовал решил там что походится на кабанов как он говорит что случайно убил мальчика и обратить внимание что произошло поляки вышли на улицу вышли на протесты вышли не за поляка а вышли за казахстанца то есть они вышли за человека и когда нурсултан назарбаев видит что он может беспощадно расправляться с гражданами нашей страны с активистами и когда он не видит тысяч протестующих на улицах конечно же эти убийства будут продолжаться будут продолжаться до тех пор пока общество не будет вести себя тихо также как в северной корее когда он может безнаказанно превратить нашу страну концентрационный лагерь и делать что хочет сейчас еще немало активистов сопротивляются этого режиму есть политические движения демократический выбор казахстана которая организует это сопротивление по всей стране именно поэтому режим объявил двк экстремистской запрещенной организации хотя все наши программы наши действия носят мирный характер тем не менее этот режим нас объявил экстремистской организации и очевидно что режим будет убивать больше и больше людей до тех пор пока страна будет еще более безмолвная и будет напоминать концентрационный лагерь или ту же самую соседнюю туркмению поэтому вот это событие которое произошло это на самые обычные убийства политическое убийство это не случайный какой-то выстрел или какое-то убийство на охоте не случайная драка как я говорил в недрах кнб и мбд существует специальные исполнители воли этой политической верхушки профессиональной убийцы логика очень четко подсказывает за дулатом агадилом следили сажали в тюрьму преследовали затем его задержали а в тюрьме убили сын дулат агадила жамбулат который последнее время после убийства оса стал очень активным призывал на митинги обращался гражданами говорил что пора прекратить молчать и спать что он 17 лет ничего не боится не боится что его убьют он призывал действовать и он стал препятствием для этого режима несмотря на свой юный возраст именно поэтому был убит убит ни у кого не должно быть сомнений что это специальная подготовлена операции по его убийству именно поэтому его вытянули на улицу именно поэтому на улице организовали так называемую драку чтобы в этом хаосе осуществить целенаправленное профессиональное убийство ни у кого не должно быть сомнений также было и под улата гадилу когда первые дни были спор споры говорили что он выпил крутились вокруг бутылки какой-то водки пытались сказать что его никто не избивал и не пытал но видео вскрытие все это опровергло и власти нашей страны до сих пор не провели объективного расследования не будет объективно расследование на этот раз найдут просто стрелочников все на них переведут и все это будет происходить до тех пор пока мы будем молчать представьте себе в далекой польши поляки требовали судебного расследования требовали справедливости требовали наказать своего же поляка за казахстанца понимаете какое общество а у нас сегодня вышли вышли редкие активисты пришли департаменту полиции алматы вышли на протесты и их было мало к сожалению многие из вас живут тяжелой жизнью и говорят что вот никаких изменений нет я даже получаю комментарии что два года мы за вами наблюдаем все слова и нет изменений друзья как вы хотите вы хотите чтобы кто-то прилетел за вас все сделал вы хотите не выходить на акции протеста и хотите чтобы все само изменилось вы хотите просто наблюдать просто тихо сидеть и вы считаете что ваша жизнь изменится без участия в этих процессах во всех протестах тысяч и десятков тысяч наша жизнь не изменится это убийство и все другие убийства все действия нынешние политической верхушки давно я уверен вам дали уже для себя осмыслить что до тех пор пока мы объединившись не сменим этот политический режим преступный и воровской режим ничего не изменится если все будут тихо сидеть и ждать что некий час икс они вдруг случайно выйдут и все победят такого не будет протест должен шириться каждого протеста к следующему протесту нас должно становиться больше и больше и в итоге когда настанут десятки тысяч именно тогда произойдет смена политического строя мы сейчас должны требовать безусловно объективного расследования но я заранее вам скажу что никакого объективного расследования не будет как случае с дулатом агдилом как случае с алтенбеком сарсимбаевым как случае нуркодиловым который три раза в себя стрелял потом лег накрыл себя простыни и типа он сам себя застрелил и умер мы все прекрасно понимаем что этот преступный режим никогда не проведет объективное расследование и цель его просто запугать ближайшее время нашей стране пройдут парламентские выборы и и у нас есть возможность именно на парламентских выборах объединиться и добиться смены этого политического строя мы не можем так продолжать жить и молчать бояться сколько можно сколько можно сколько можно говорить что два года вы наблюдаете и никаких изменений будет и не произошло вы можете наблюдать хоть сто лет и тогда действительно чего не изменится сегодня убивают уже маленьких детей семенадцатилетних мальчиков совсем недавно 2005 году также убили двенадцатилетнюю девочку количество убийств активистов в этом году просто беспрецедентное и все это просто отражает состояние настроение общества общество молчит это политическое верхушку делать что хочет никаких изменений не будет если мы будем молчать и просто сидеть у себя дома и ждать неких героев которые появятся в нашей стране которых не берут пули которых невозможно посадить тюрьму как мне один вчера писал нам нужен лидер мы за ним пойдем то есть нужен танк за которым можно спрятаться танк идет впереди и только в этом случае люди якобы выйдут не будет такого лидера потому что их будут убивать пока мы все не станем лидерами пока мы тысячами не будем выходить пока мы не заставим это правительство работать на народ пока мы не заставим чтобы законы работали ничего не изменится я приношу соболезнования семье дулата гадила матери жамбулата его бабушки иманда волсон еще раз мы сами являемся и свидетелями и участниками этого преступления которые происходят в нашей стране не просто назарбаев плохой или такаев мы к сожалению молчим мы позволяем им быть преступниками мы виновны в том что происходит это мы все должны осознать поэтому уважаемые друзья я призываю вас быть активными действовать мы ближайшее время выйдем с планом действий я уверен что что только в этом случае когда мы начнем совместно действовать действительно будут перемены перемены не сделает один человек перемены не сделает узкая группа активистов их так по одиночке будут ликвидировать сегодня будут ликвидировать нас и активистов завтра доберутся до вас так что давайте действовать и манда волсон перемены не сделает нет 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 это нет Продолжение следует...